В последнее время спать почти не получается. Ложусь и засыпаю утром на пару часов. И так через ночь. Что мне нужно понять? Или просто из-за энергии, которые идут на землю? Ну, здесь, наверное, просто нужно понимать, что беспокоит. Значит, понимаете, мы очень часто во всех играх играли во врачей. То есть врач – это человек, который точно знает, сколько тебе надо спать, в каком месяце у тебя должны с трех месяцев вырасти зубы, или ты должен ходить в восемь месяцев и так далее. То есть мы играли в эту игру. Соответственно, в этой игре были написаны какие-то правила, какие-то таблицы выведенные и так далее. То есть врач говорит о том, что человек должен спать в восемь часов. Какая чушь? Больше чуши придумать сложно. Человек может без сна находиться 24 часа в сутки абсолютно. Если мозг не устал, тело само по себе никогда не устает. Мозг, он может сам за себя постоять. Он просто выключается и все. Ну вот даже на посту, когда солдат стоит, мозг выключился и все, тело уснуло. Он стоя, неудобно, в амбонировании. Да вообще невозможно спать. Мозг сказал, всем пламенный привет, я пошел. Все. И вырубается. Понимаете? Поэтому здесь нужно простить всех людей, которые вас обманывали в том, что человек должен обязательно спать в восемь часов. Принять и простить себя, когда вы в прошлой жизни обманывали других людей и говорили, что да, в восемь часов спать обязательно. Хотя вы видели, что ваши предки спят по три часа и совершенно спокойно высыпаются, и у них хватает энергии на целый день. То есть даже если вы так вот это вот видели и знали, что это так, тем не менее вы, видимо, все равно кого-то обманывали. Не знаю, по какой причине. Ну, наверное, вы были врачом или еще кем-то. И здесь точно так же нужно принять эту информацию и сказать, ну вот да, я прощаю всех, кто там печатает журналисты, говорит по телевизору и так далее. То есть кто обманывает, то это в сценарии игры написано, поэтому они же не осознанно обманывают, не специально. Это сценарий игры, они должны его выполнить. Поэтому, конечно, человеку достаточно, ну, три часа хватает для мозга переработать всю информацию и трансформировать. У меня бывают разные периоды. Я могу и по два часа спать, да. Ну, у меня бывает это нечасто. То есть я могу и ночами не спать, но это бывает не каждый день, да. Ну, там бывает раз в неделю, когда я совсем не сплю, бывает раз в неделю, там два часа посплю. Вот. А у меня мама спала каждый день четыре часа. Ей хватало. Поэтому я всегда удивлялась, мам, как ты каждый день спишь четыре часа, почему тебе хватает, а мне нет. А я в это время уже спала, может быть, восемь и девять часов даже спала. Поэтому у всех всё разное. И, пожалуйста, не надо себя в таблицы медицинские засовывать. Ну, боже упаси, вот просто. С чем связаны кисты в грудях? Что нужно проработать? Грудь – это отдача энергии, да. То есть женщина здесь на земле для того, чтобы обеспечивать энергию других людей. Неважно, дети, мужья там и так далее. Значит, мужской состав. Брата, свата и так далее. Но поскольку женщина всегда ждёт, что то, что она выдаёт, какую энергию, то эта энергия придёт обратно. То есть киста говорит о том, что у женщины есть печаль по поводу того, что не происходит так, как она задумала. То есть та энергия, которая из неё течёт, она не возвращается вообще никак. Ну, то есть человек себя ведёт, ну, не особо так, правильно, скажем так. Любая печаль, любое придумывание проблемы. То есть женщина накручивает сама себя. События нет, но женщина себя накрутила. Например, она может сказать, у него есть любовница. Её нет, да, но она себе это накрутила. И она, то есть киста – это добавление лишнего в твою жизнь, то, чего нет. То есть ваша мама, ну, поскольку это сидит в вашем теле, соответственно, думала так ваша мама или так ваша бабушка. Да, кто-то сверху там. Сверху, в смысле, в родовой сверху. Значит, она думала о том, что там мужчина не возвращает энергию, потому что он меня не любит. То есть она накручивает. А потому что он плохо относится, он меня не уважает, он не собирается взаимодействовать, он не держит меня за человека. То есть она вот этими мыслями накручивает то, чего нет. То есть она создаёт дополнительные вот это вот мысли, которые, естественно, материализуются в кисту. И киста – это образование, которое лишнее в теле. Это лишние мысли, которых нет, они неправда. То есть там нет никакой истины. Понимаете? Истина, если у него действительно там есть кто-то и кому он ходит, тогда это будет истины. А женщина просто придумала себе какие-то вещи, ну, например, он меня не ценит. Хотя мужчина ценит женщину, но она так думает. Эта лишняя мысль не имеет под собой никакого основания. Это придумано. Понимаете? Ну, тогда, конечно, и киста материализуются просто. Ну, вот тут всё-таки поедет одно просьба уточнить. Спасибо за объяснение насчёт кисты в грудях, но не очень поняла, это у меня от мамы, бабушек или я сама себе наработала. Ну, вы не просто так выбрали своих родителей. Понятно, что вы в прошлой жизни были такой же женщиной, которая хочет энергию назад. То есть вот сколько вы вкладываете энергию, вы хотели её не в следующей жизни назад получить, а уже в этой жизни. То есть вы начали управлять ангелами. Но в прошлой жизни, не в этой. Тогда, когда вы начали диктовать, что вот если я даю вот столько и столько, и я даю энергии таких-то и таких-то, вот я могу дать то-то и то-то. И я хочу, чтобы обратно вся энергия, сколько я вкладываю, вернулась мне не в следующей жизни, не через 10 жизней, а вот срочно и немедленно и прямо сейчас. Это называется управление своими ангелами. Поэтому нужно просто попросить прощения у своих ангелов и сказать, когда вы мне вернёте энергию, которую я вложила, вот когда жизнь мне вернёт эту энергию, тогда и хорошо. Так, просто, когда ты для урока берёшь такого мужчину, который, ну просто никак не возвращает, он как маленький ребёнок, туда вкладываешь, вкладываешь, а он всё может пропить или разбазарить, или всё вдрызг проиграть в казино и так далее. То есть обратно от него никакой энергии нет, то есть он всё время маленький, за ним надо ухаживать, за него надо отвечать, ему помогать и так далее. То есть обратной энергии нет. Но нужно понимать, что человек сам взял себе этот урок для того, чтобы наработать безусловную любовь к партнёру. Именно с помощью такого урока человек нарабатывает безусловную любовь, то есть он начинает принимать жизнь такой, какая она есть. Тогда урок уходит, и вместо него уже приходит настоящий партнёр, который уже отдаёт то, что у него есть. То есть партнёр – это взаимоперетекаемая энергия. Один даёт одну энергию, другой даёт другую энергию. И, соответственно, идёт взаимозачёт энергии. Ну вот для того, чтобы наработать безусловную любовь, иногда берут более жёсткое такое вот партнёрство, ну как сказать, замужество или, да. И, соответственно, идут по жизни, отрабатывая эти уроки. То есть тогда вырабатывается что-то такое уже, да, получается. Ну, сначала, конечно, человек берёт себе лёгкий урок, но из лёгкого урока он не выходит победителем. Тогда он себе урок усложняет, сделает его жёстче. И когда у человека очень жёсткие уроки, да, это означает, что он в одной жизни ничего не делал, в следующей жизни опять ничего не делал, в третьей жизни опять не делал. То есть прожив 10 жизней, ничего не делая, человек ухудшает свою карму настолько, то есть берёт себе такой сложный урок. Он может оставить себя слепым, там, без рук, без ног, он может создать себе партнёра, который за ним будет бегать с топором каждый день, пьяный и так далее. То есть сложность, он может усложнить свою жизнь очень, ну, вот таким напряжённым событием каким-то, да, для того, чтобы всё-таки пройти этот урок и научиться, безусловно, любви. Каждую жизнь усложняя и усложняя для себя уроки. Ну, иногда, да, бывает так, что человек воплотился, пришёл, ничего не сделал, вернулся и очень с собой разочарован, потому что никаких вибраций не набрано. Как ушёл 340, так и пришёл 340. Ни на одну герцу не поднялось. И, конечно, это разочарование для человека. Угу. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...